Министр обороны США Ллойд Остин заявил в субботу вчера, что не может подтвердить сообщение о том, что Северная Корея отправила войска в Россию для участия в войне против Украины. Накануне президент Зеленский обвинил Северную Корею, что она готовится отправить порядка 10 тысяч военных в помощь в Москве. Об этом говорил и генерал Буданов, тоже про порядка 10-11 тысяч, которых готовят северокорейцев встать в ряды российской армии. Некоторые разведки сообщают, что вероятность есть, что их просто переоденут в русскую форму армейскую и даже дадут документы поддельные, мол, граждане Российской Федерации. Ну, такие экзотические немножко. До этого The Telegraph писал, что в Украину могут перебросить силы спецопераций КМДР. То есть даже не просто солдат, а вот спецназ северокорейский. Дмитрий Ильич, во-первых, что такое 10 тысяч даже северокорейского спецназа? Мы вот открываем статистику Генштаба за вчера. Они говорят, что 1340 россиян вывели они вчера из строя погибшими и сильно ранеными. Ну, 11 тысяч, но это даже не на 10 дней. Ну, чем хороши северокорейские солдаты? Тем, что для России экономии. Тем, что ввиду небольшого роста они влазят в пакет двое. То есть русских приходится одного в пакет засовывать, двухсотого, а тут сразу двоих можно. То есть экономия на пакетах. Это очень важно. Значит, это шутки, хотя в каждой шутке есть доля правды. И в каждой правде есть доля шутки. Но я сейчас о другом. Значит, Путин, он все время хочет нас накошмарить. Это важный элемент его кагабистской борьбы против Украины. Кто как учился бороться, тот так и борется. Его учили в КГБ, в высшей школе. Плюс опыт, конечно. О чем говорит этот опыт психологический, прежде всего? Накошмарь противника. Покажи, что ты силен невероятно. Что ты сейчас все сметешь. Во-первых, Путин тупой. Это, я вам точно говорю, он тупой просто. Потому что шаги у него тупые. И рожа у него, кстати, заплывшая ботоксом, уже отупела. Раньше он поумнее оказался. И выглядел поумнее, и говорил поумнее. Сейчас он просто такая уже обезьяна тупая. Но дело не в этом. Давайте практически говорить. Вот он кошмарит Украину каждый день дроновыми атаками. Такого же не было. Ну, уже месяц или полтора. Я уже сбился со счета. Сколько времени каждую ночь десятки дронов, иногда и по 130-150 дронов летают над Украиной. Была одна ночь буквально дней шесть назад, когда не было дронов. Но так уже два месяца, по-моему, подряд. Да, вот каждую ночь, да? Ну, хорошо. Что он думает при этом? Я вас затерроризирую. Вы у меня спать ночами не будете. Вы у меня взмолитесь, в конце концов, обессиленные и без сна. Скажете своему Зеленскому, давай уже подписывай что угодно, лишь бы этого не было. Ну, идиот. Во-первых, он не понимает украинцев. Он их никогда не понимал и не понимает до сих пор. Украинцы спокойно спят. Дроны летают над головами. Украинцы спокойно спят. Полная адаптированность к этой херне всей. Ну, вот я не знаю, я у кого не спрашиваю. Ну, вот атака была. Ты спал? Да. А ты спала? Да. Ну, все спят. Раз. Раз. То есть, никакого террора населения не выходит. Никто не терроризируется. Ну, мы привыкшие ко всему. Адаптированные. Раз. Второе. Обратите внимание. Помните, раньше дроны прилетали. Сколько попаданий было, да, дронов. Посмотрите, что сейчас. Ну, все сбивается. Практически все сбивается. Что-то где-то... Раньше, кстати, и от обломков страдали, да, мы помните? Да. То там попали обломки. Вы видите, что сейчас этого практически нет? А почему? Опыт. Значит, во-первых, мобильные группы. Во-вторых, научились. Они эти дроны ведут. Они их не сбивают над городами крупными. Они стараются их увезти куда-то в леса, в поля. Почему дроны так долго летают? Выбирают наше время, место. Важно очень не обнаружить, где находятся наши расчеты. То есть, все это важно. И поэтому, смотрите, дроны уже не критичны для украинской инфраструктуры и для мирного населения. Уже не критичны, какими были раньше. Это два. Дальше. Конечно, мы ждем ракетных атак. Мы понимаем, что давно не было, что он готовит ракеты. Мы понимаем, что он ждет минусовой температуры. Мы понимаем, что он хочет, это террорист, оставить украинцев без света, без тепла, без воды. Все понятно. Замыслы понятные. Но Украина неплохо готова к встрече русских ракет. Это я вам говорю то, что знаю, без подробностей. Не сравнить с тем, какими мы были раньше. Не сравнить. Поэтому это, что касается дроновых атак. Теперь, что касается северных корейцев. Значит, первое. Северная Корея не была в войне с середины 50-х годов прошлого века. Вот как закончилась Корейская война, так они не воевали. В каком они состоянии, сказать трудно. Вряд ли в хорошем. Потому что не иметь опыта войны 70 лет, ничего хорошего нет. Для армии, которая претендует на какие-то технологии там нет особых. Все криворукое, кривожопое. Значит, опыта, повторяю, нет. Ну, хорошо, приедут 10 тысяч корейцев. Кстати, надо еще подождать. Потому что приедут ли они, непонятно. Ллойд Остин сказал, мы не наблюдаем корейцев на поле боя. Министр обороны США. Приедут ли они, это большой вопрос. Ну, даже если приедут. Мне представляется, что если их отправят в бой, то отправят на Курскую область. Чтобы сказать, северных корейцев на территории Украины нет. То есть, высвободить русских для того, чтобы они пошли в Украину. А северных корейцев, значит, почему? Потому что, как только северные корейцы покажутся в Украине, на территории Украины, это откроет ящик Пандоры для западных стран. Они скажут, а, ну, вы северных корейцем, мы сейчас тоже кого-то привлечем. То есть, тогда будет вообще рубилово-знатное. Но, дальше, я считаю, что как только на головы северных корейцев начнут сбрасывать бомбы, и FPV будут взрывать машины с ними, я думаю, что они убегут, потому что это не их война, а что им напрягаться. Конечно, Путин в этом плане не идиот. Он сделал абсолютно правильный шаг. В чем он заключается? В том, что русские идти на войну уже не хотят. Вообще, тактика Путина в плане привлечения людей на войну, она абсолютно правильная с точки зрения российского государства. Кого он бросил на фронт? Давайте смотреть. Значит, мужчины из так называемых ДНР, ЛНР, вы же не любите Украину. Давайте идите воюйте. Раз. Категория. Раз. Дальше. Зэки. Вообще потрясающе. За освобождение. Заодно и тюрьмы опорожнил. Там уже есть колонии, где и тюрьмы, где в России, где осталось 10% от сидельцев, общего числа сидельцев. И их надо закрывать. Людей нет. Дальше. Он сказал, что те, кто задержаны, еще раз следуются преступления, могут тоже идти на фронт. Дальше. Он прошелся здорово по деградировавшему населению. Алкоголики, значит, наркоманы, люмпин пролетариат такой отбитый, одичавшие все вот эти. Он здорово почистил Россию в этом плане. Он их за копейки привлек воевать, за ипотеку, за всякое говно, и они сгинули безвозвратно. То есть почистил. Дальше. Национальное меньшинство. Ну, тоже он, как русский фашист, понимает, что... А он русский фашист. Он понимает, что демография жуткая в России. Русские рожать не хотят. Рожают в основном дагестанцы, чеченцы, буряты, якуты и так далее. Вот он их и отправил на фронт первым делом. Первым делом он их отправил на фронт. Я вам скажу, что у меня в руках были списки личного состава, где-то не в начале войны, но где-то к концу 22-го года, а может чуть раньше. Списки личного состава Каспийской флотилии, которые были брошены, эти люди были брошены на войну с Украиной. Ну, в основном одни дагестанцы. То есть он... Да, да, я смотрел, я долго смотрел. У меня были полные списки всей флотилии, которые пошли на фронт с Украиной. В основном командир русский, а дальше в основном одни дагестанцы. То есть он перемолотил прилично нацменьшинства. Дальше. Он пошел по мигрантам. Ты гражданин Таджикистана был. Ты приехал в Россию работать. Хочешь русское гражданство, российское гражданство, на, получай. А теперь, как русский гражданин, иди защищай Россию. На Россию же напали. 50 стран НАТО на Россию напало. Иди защищай свою новую родину. Вот он бросил много мигрантов. Он бросил... Эта тактика не оправдала себя граждан других стран. Египта, Кубы, Шри-Ланки, Непала, Индии даже. Ну как-то это не сработало. Массовости не получилось. Вот теперь он хочет повоевать с северными корейцами. А почему опять-таки хочет? Русские идти на фронт не хотят. На войну. Ну не хотят. Так, посидеть на диване, рассказать про бандеровцев, это еще куда не шло. Но идти на фронт, значит, все, что могло шевелящееся пойти, оно уже пошло и бездарно сгинуло. Остались уже... Значит, вы не забывайте, сколько стоило подписать контракт в начале своего так называемого. 200 тысяч? Да. Сегодня Белгородская область платит уже 3 миллиона. Внимание, в 15 раз выросло. В 15 раз. Это подъемные. 3 миллиона – это 31 150 долларов. Вы понимаете, какая это сумма? Для того, чтобы какой-то лох из Белгородской области записался только на контракт, заключил контракт. Да, это единоразовая выплата. Единоразовая выплата – 31 150 долларов. Ни хрена себе! Ну, конечно, у них нефть продается хорошо, деньги есть. Так вот, даже с этой цифрой, заоблачной для любого нормального человека, желающих-то нет, мобилизацию проводить стрёмно. Это большая проблема Путина, кстати. Я сейчас на ней хочу остановиться. Мобилизацию проводить стрёмно. Они провели уже мобилизацию в 22-м году. В сентябре началась она. И 1 сентября, по-моему. И это очень сильно взбудоражило население. Социальный фон плохой оказался. Кроме того, мобилизация – это, вы же понимаете, вы забираете мужиков, которые где-то работают. Это вообще сегодня на военных заводах не хватает людей, некому работать в России на военных заводах. Он бы в 3-4 смены херачил бы. Ну так людей же нет, специалистов. А так из реального сектора забрать полмиллиона мужиков, допустим, да? Или миллион. Ну это удар по экономике. А экономика – это кровь войны. То есть есть экономика – воюешь. Нет экономики – не воюешь. Всё просто. Математика. Поэтому он взвинтил цены. Но на эти цены тоже желающих нет. А ну давай пойдём с другой стороны. Давай возьмём этих корейцев за тысяч 10 долларов. Этих берём за 31 150, а этих за 10. Из которых 5 дадим Киму, Ким Чен Ыну. Я примерно говорю. Но это бизнес-подход. 5 Ким Чен Ыну, чтобы он мясо нам отправил. Опять этим лохам будем платить. Кривоногим. Ну, чего нет? Математика. Тем более их не жалко. Ну ему и русских не жалко. Ему вообще никого не жалко. Но тем не менее, хоть не выкашивать население России, потому что он всё равно думает о том, что есть какой-то предел, когда количество трупов и инвалидов, оно станет критическим для России. Не может не быть этого предела. Всё равно это произойдёт. Поэтому корейцы самое то, и я думаю, что если он их и отправит куда-то, то отправит он их в Курскую область. И скажет Западу, я нанял людей для того, чтобы защищать свою страну. На меня напали в Курской области. У меня украинцы. Я нанял людей. Возможно это? Возможно. Вояки ли северные корейцы? Сомневаюсь. Ну, посмотрим. Поживём, увидим. Дмитрий Ильич, тут ещё два нюанса, мне кажется, очень важных. Это, во-первых, часть северокорейцев, которые так лихо записались в ряды армии, желающих ехать в Российскую Федерацию, могли просто, хотели уехать из Северной Кореи. По сути, концлагеря, из которого вырваться невозможно. Поэтому не исключаем, что скоро Владимир Золкин будет записывать интервью с создавшимися в плен пачками северокорейцами. Не исключаю. Причём выменивать их никто не будет, как мы понимаем. Но у нас они будут возделывать плантации риса. Вы мне скажете, у нас не растёт рис. Приедут северные корейцы, будет расти. Они очень трудолюбивые. Корейцы вообще исключительно трудолюбивый народ. Поэтому я ожидаю, что скоро появится украинский рис с их приездом. Да, ну и вы говорите, что будет реакция. Ведь, безусловно, каждый раз, когда какие-то красные линии переходил Путин, нападение с одной стороны, с другой стороны, водохранилище, когда подорвал. Каждый раз наши западные партнёры усиливали нам помощь, поднимали уровень поддержки. Наверняка незамеченным. Вот почему сейчас Лой Достин говорит, мы не видим пока северокорейцев. Говорит, мы увидим, так мы будем реагировать, пока мы не видим. Поэтому, может быть, появление какой-то горсти этих северокорейцев, может быть, в какой-то степени нам даже сыграть в позитивную роль. Да, безусловно, вы всё правильно говорите, абсолютно. Вообще, конечно, слушайте, сегодня у нас 20 октября. 1 ноября выборы в Соединённых Штатах Америки. Ну, позже нам две недели с небольшим ждать. Две недели с небольшим отделяют нас от решающего события, не только в американской политике, от решающего события для нас, для украинцев. Я объясню, почему я так говорю. Потому что выборы в США, самое главное событие в США за 4 года, поскольку Украина неразрывно связана с США, и Украина зависит от США, сейчас скажут, а, зависит, конечно, зависит, да, конечно. А что, я люблю называть вещи своими именами, и в этом нет ничего позорного. А Россия зависит от Китая, ну что? Поэтому, поскольку это самое главное событие в США, то это самое главное событие для нас, как бы там ни было. Потому что от того, кто войдёт в овальный кабинет Белого дома, по результатам этих выборов, зависит будущее Украины, и, конечно, будущее войны. А будущее Украины зависит от результата войны. Поэтому ждать осталось недолго, подождём, и не столько ждали, мы вообще терпеливыми стали. Мы стали философами многие за время войны. Люди стали философами. Украинцы такие, знаете, мы приспособились. Мы умеем радоваться даже в тяжелейших условиях. Вы знаете, я вот смотрю, да, Святослава Вакарчук и Океан Эльзы собрали в Киеве во время войны пять полных дворцов спорта. Пятьдесят тысяч человек пришло на концерт Океана Эльзы во время войны. О чём это говорит? Ну, во-первых, это говорит о том, что Святослав Вакарчук выдающийся артист. Выдающийся. И я ещё раз хочу поаплодировать просто этому человеку, который гордо возвышается над всеми остальными украинскими артистами. Вы знаете, я вчера, у меня была полемика большая с Алисей на тему на тему популярности. Я вывел вчера формулу эту, ну, я подспудно её знал, но я вчера её сформулировал. Я хочу рассказать вам. Это интересно. Вот я говорю, что такое популярность журналиста? Это когда его смотрят или слушают, или читают. Вот если журналиста смотрят, слушают или читают, это значит, он популярен. Это называется слово популярность. И чем больше его смотрят, слушают, читают, тем более он популярен. А что такое для артиста популярность? А для артиста популярность, когда люди покупают билеты покупают билеты на его концерт. Не ходят на шару на День города, когда войны День города, на площади артисты, на шару, что бы ни прийти. Нет, это не популярность. Популярность это когда вот Вакарчук объявляет концерты, и на них приходит 50 тысяч человек за 5 дней, за деньги. О, вот это популярный артист. Но есть другая еще история по артистам. Она называется стабильностью. Когда-то вот, я помню, да что когда-то и сейчас вот говорили, что такое класс футболиста. Стабильность есть признаком класса. Если ты великий Месси или Криштиану Рональду, и ты блеснул один сезон, все говорят, ну да, ну это супер. Я видел таких звезд, мы все видели, которые вот один сезон отыграли, смотрят, ну как бог играет вообще. А потом все. А потом все. А вот Месси и Криштиану Рональду играют уже сколько лет? 15-20. На выдающемся уровне они могут чуть ниже сезон провести, ниже этой высочайшей планки. Чуть выше, намного выше, но они не опускаются ниже этого уровня выдающегося. Поэтому вот мы говорим, выдающиеся звезды. А теперь возьмем, переходя к артистам опять-таки. Вообще, касса, я вам говорю, как человек, который долгое время занимался шоу-бизнесом профессионально. Касса – это потрясающая история. Всегда говорили артисты, встретимся у кассы. Вот объявили концерты, и теперь по гамбургскому счету. Смотрим. Вот цены на них примерно одинаковые. И смотрим, кто собрал один дворец спорта, а кто собрал три стадиона. И все понятно. Это называется соревнование по гамбургскому счету. Говорят, а вот как артистам? Да вот так просто, кассой. Вот русские взвинтили шамана до небес. Как же, патриотизм. Взяли голубого мальчика. Он гей. Что, если кто не знает, он гей. Взяли мальчика с такими немецко-фашистскими внешними данными. Раскрутили на русском квасном патриотизме. Я русский, я иду до конца. Из каждого приемника, из каждой жопы звучит это «Я русский, я иду до конца. Кровь моя от отца». Детей в школах заставляют петь эту песню хором. Встанем, встанем. Конечно, надоело лежать. Сколько можно лежать в блевотине после попойки, уже надо встать. Встанем, я русский, я иду до конца. Раскрутили этого голубого мальчика просто до нечеловеческого визга. И все бы-то хорошо. Только мальчик поехал на кассовые концерты. А там провал. А там отмены. Не идут люди. То есть это не называется популярность. Это называется раскрутка, идеологическая, политическая подоплека. Все что угодно. Но мальчик не популярен. То есть раскрутить раскрутили, а популярности нет. Вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok